Кого можно назвать полноценным человеком? Разве можно назвать человеком каждого, кто в облике выглядит как человек? Далеко нет. Люди отказываются от самой дорогой, то что у них есть порою, но не могут отказаться от маленьких своих недостатков. Аллах не создал похожего человека, как вы. Именно такого, как вы, нет ни в прошлом, ни в будущем. И единственное, кого надо предзойти, это самого себя. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Хочу поделиться с вами очень ценным информацией сегодня. Кого можно назвать полноценным человеком? Разве можно назвать человеком каждого, кто в облике выглядит как человек? Далеко нет. Далеко не так. Поставьте лайк, пожалуйста, под эту рубрику. Рекомендуйте эту рубрику своим знакомым, друзьям. Кому вы пожалеете добро, кого вы хотели бы, чтобы он тоже развивался, как и вы, дорогие мои. Кого можно назвать полноценным человеком? За год свою работу, я уже 22 года работаю с разными людьми, с разной аудиторией. Я работал с милиционерами, с чиновниками, боксерами, спортсменами. Я работал с наркоманами, алкашами. Я работал с депрессивными людьми, психологически очень сильно депрессивными людьми. Работал с людьми, которые несколько раз делали попытки самоубийствия. Работал с людьми, с детьми, которые очень тяжело воспитывают детей. Работал с людьми, которые имеют физические ограничения, то есть инвалиды и так далее. Работал с пенсионерами разных категорий. Работал с людьми, которые милиционерами работали и так далее. За годы своей работы у меня накопился очень хороший опыт. Люди иногда порою готовы отказаться от жизни, самоубийством занимаются. А некоторые отказывают от своих детей, детей отдают интернат. Иногда некоторые отказываются от счастья, разводятся, отказываются от семьи. Знаете, что я понял? Люди отказываются от самой дорогой, той, что у них есть порою. Но не могут отказаться от маленьких своих недостатков. Потому что человеком стать намного труднее, намного сложнее. И вот, что я вам рекомендую. Составьте список всей своей отрицательной привычки из черта характера. И каждый день работать с ними. И каждый месяц себе отчитывайте, вы смогли победить себя или нет. Станьте человеком. Будьте честным с самим собой. Год за годом у вас должно быть развитие. Знаете, когда я говорю, что стать полноценным человеком – это огромная работа над собой. Это так и есть. Победите свое животное начало. Если ваш разум побеждает ваши желания, ваши жажда, вы приближаетесь к просветленным людям, к ангелам. Но если ваше желание побеждает ваш разум, тогда вы приближаетесь к животному. Ваше животное начало возьмется вверх. Знаете, я буду показать несколько показателей, которые помогают вам измерять себя. Например, Иисус сказал, если кто-то бьет вас под одной щеку, ставьте вторую. Я не знаю, может быть, импритрироваться религии по-другому, говорят об этом. В Библии об этом тоже написано. Но я скажу такое. Я для себя это импритрировал таким образом, что если тебе бьют на одну щеку, поставь вторую. Что это означает? Я это понял для себя так. Возможно, я ошибаюсь. Господь знает лучше. Если ты любишь людей, потому что они любят тебя, награда у тебя небольшая. Научись любить тех, кто даже ненавидит тебя. Если ты уважаешь людей только по той причине, что они уважают тебя, и есть взаимность, у тебя награда небольшая. Научись уважать тех, даже тех, кто иногда унижает тебя. Это означает, что они не могут влиять на тебя. Ты уже сделал свой выбор, и внешние действия на тебя не действуют, потому что ты знаешь, кто ты есть. Если ты помогаешь людям только потому, что они помогают тебе, награда у тебя небольшая. Научись помогать тем, от кого ты точно знаешь, что ты не получишь взамен ничего. Награда у тебя будет другая. Я думаю, что когда Иисус сказал, что если тебе бьют под ночь куста вторую, скорее он это имел в виду. Возможно, он что-то другой, но я именно для себя так это императрировал, и это мне помогает в жизни. Очень хорошо помогает. Я везде эту философию использую. Другой пример привяжу. Я много раз задавал вопрос, много духовным, религиозным ученым, почему имя Аллаха 99? Например, не 10, не 50, не 20. Почему именно 99? До сегодняшнего дня никто еще мне не ответил достоверно. Но этот вопрос задавал огромное количество ученым, чтобы понять на самом деле. И со временем дошло до определенного понимания. Возможно, это правдиво, возможно, и нет. Это мой вывод. Но все вышли знают, как лучше. Я делал одну практику, и она мне очень сильно помогла. Я вязал все 99 имен Аллаха, и их переводы все изучал, смысловые эти все изучал. И я тогда понял, что это 99 его черты характера, его умений. Например, Господь, то есть Аллах милосердный, Аллах всезнающий, Аллах прощающий и так далее. Аллах единственный, неповторимый и так далее. Аллах велик и так далее. Я начал взять, каждого из них изучал, и протяжении неделю потренировался. То есть я себя вел так, как там написано. Аллах велик. Я сидел, думал, как я могу стать великим человеком? И я молился, просил Аллах, помоги мне, чтобы хотя бы капли от твоего царства попало на меня. И как я могу стать великим человеком? Как? И я тогда понял, а кто такой великий человек? Это тот человек, который в масштабе его цели очень большой. Это первый. Второй показатель. это тот человек, который принес огромную пользу этому миру. Я так измеряю для себя великого человека. Я начал ставить перед собой большие цели и начал думать, как я могу больше пользы принести этому миру. Дальше. Вот так, когда вы по имя Аллаха поднимаетесь, наступает момент, когда Аллах единственный, неповторимый. Это действительно так. Аллах единственный, неповторимый. Но если вы задумаетесь, вы тоже единственный, неповторимый. Во всей истории человечества Аллах не создал похожего человека, как вы. Вы другой человек. Именно такого, как вы, нет ни в прошлом, ни в будущем. И не будет. Потому что в судне-день не будут стоять два человека, как вы. Нет. Вы единственные. То есть, я тогда задумался, значит, не надо мне копировать кого-то. Значит, Всевышний мне давал особенный талант. И нужно каким-то образом развивать свой талант. И не надо пытаться быть похожим на кого-то. И единственный способ, и единственный, кого надо предзойти, это самого себя. Единственный, надо стать лучше самого себя. Лучшая версия самого себя. Я об этом очень тщательно задумался. Единственный способ, надо стать лучше, чем кто-то есть сам. И не надо себе сравнивать с кем-то другим. Я тогда понял, почему у одних людей хорошо получается успех, у других людей не очень хорошо получается. Потому что они пытаются копировать других людей. Но когда мы видим, что у кого-то хорошо получается, но мы же не видим, как он решает проблемы. Мы видим только конечный результат, что он владеет. Но мы не видим, как он этого достиг, через какие трудности он прошел и так далее. Соответственно, когда мы копируем кого-то, что-то у нас получается, но в какой-то момент мы сталкиваемся с этой проблемой. И большинство людей бросает руку. Потому что это не была воля Всевышнего. Воссоздали для достижения другие вещи. Вы, пожалуйста, вникайте в то, что я говорю. Смотрите на то, что я сейчас рассказываю, не с точки зрения обычных религиозных фанатиков, которые могут вам что угодно сказать. Я ученый человек. Я доктор психологист наук. И я очень хорошо изучал законы ислама. Еще с 12 лет мне, с 8 лет мама отдала наставнику, с 12 лет я читаю намаз, пятикратно и многократно прочитал Коран. И это выводы, которые я понял. Но я еще раз повторю, Аллах знает лучше. Я не знаю как. Но это мне помогло. Я делюсь с вами то, что мне помогло. Если вы посмотрите, когда по иерархии этих имен, размышляя, размышляя, усваивая, поднимался, поднимался, самое последнее имя, Ас-Сабур, то есть терпение, это самое трудное. Я пришел к пониманию, что именно достигать смиренности, достигать терпения во всем, это очень сложно. Поэтому у нас с вами 99 имен. Не 5, не 10 и так далее. 99. Это означает, что чем больше вы работаете над собой, чем больше вы духовно тренируетесь, чем больше вы образованнее станете, тем больше испытаний от вас, и тем больше жизнь испытывает вас. И в судне, наверное, больше опроса от тех, кто знает, больше спрашивает у него. И вы понимаете, вот когда вы вот это все достигаете, останется только один, это 100. Вот тогда, возможно, вы станете полноценным человеком. Вот это 99, надо в себе воспитать. И тогда вот это 100 будет полноценным человеком. Возможно, я ошибаюсь, но это мне помогло в жизни. Быть полноценным человеком, этого невозможно измерять вашим материальным достижением, но этого можно измерять, если вы победили себя. Вы реально победили свое животное начало. А теперь будьте откровеннее, сами себе ответить об этом. Не надо это кому-то рассказать, или для кого-то дать, потому что каждый человек это достигает для себя. Ставьте лайк под эта рубрика, пишите в комментариях свое мнение, отправьте этот ролик тем людям, кто нуждается в эти знания, кому это помогло бы. Я желаю вам успехов! До встречи на вершине!